Михаил Потоцкий, редактор издания «Денег газета Правна». Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Здравствуйте. Давайте поговорим о последних мерах, предпринятых правительством Польши в связи с угрозами, исходящими в частности из Белоруссии. И сначала хочу спросить вот что. Безусловно, и мы об этом слышим каждый день, силовые структуры Польши, полиция, военные, они должны сразу принимать превентивные меры, когда нелегалы штурмуют границы, когда бряцают оружие наемники ЧВК «Вагнер», когда Лукашенко прямо высказывает угрозы. А как все это, Михаил, действует на простых поляков, на обычных людей? Их все это пугает и тревожит? Они реально чувствуют какую-то угрозу от наемника «Вагнера»? Вы знаете, не очень. То есть я думаю, что общество достаточно спокойно к этому подходит, потому что мы понимаем, во-первых, разницу, по-моему, понимаем, во-первых, разницу между тем, что говорит Лукашенко, а тем, что он реально готов сделать. Во-вторых, то, о чем говорили наши политики, по крайней мере, и литовские политики, о том, что якобы 100 человек из группы «Вагнера» где-то там ближе к польской границе дистанцировалось, но это не то количество, которое дозволяло бы говорить о какой-то существенной угрозе. Там, недалеко от границ Беларуси, есть наши военные, есть наши полицейские, есть наши прикордонники. То есть там вот этот контингент весь есть. И я думаю, что пока нет такой причины для того, чтобы как-то нагнетать Польшу или панику, или истерию. То есть угроза, конечно, существует, потому что мы понимаем прекрасно, что мы находимся на границе, что мы практически находимся на границе НАТО и России. И Беларусь в этом контексте надо уже считать практически частью российского военного пространства. Но с другой стороны, мы тоже прекрасно понимаем, что Россия, имея такие огромные проблемы в Украине, не пойдет на войну с НАТО. И если мы будем об этом помнить, мы будем подходить к возможным провокациям, а уж тем более к словам Лукашенко более спокойно. То есть, конечно, надо готовиться, но с каким-то спокойствием, чтобы не нагнетать тоже панику, потому что панические настроения, они тоже никому никогда не помогают. На днях о ЧВК «Вагнер» высказался глава Министерства внутренних дел Польши Марьюш Каминский. Так вот, он сказал, что эти наемники представляют собой очень серьезную угрозу, причем не только для стран-соседок, имеется в виду и страны Балтии, и Польши, но также для белорусского народа. Как вы думаете, Михаил, что имел в виду господин министр, когда сказал об угрозе для белорусского народа, которая исходит от группировки ЧВК «Вагна»? Ну, вы знаете, наверное, несколько тысяч россиян, которые будут как-то на территории Беларуси, они могут быть, например, использованы для подавления каких-нибудь протестов, для нагнетания репрессий. Беларусь 2020 года живет в условиях жесточайших репрессий, которых там не видели, наверное, с времен, не знаю, сталинизма, потому что, ну, для этого, ну, это тоже означает, то есть чем больше там российских солдат, а тут ЧВК «Вагна», наемники, ненаемники, это на самом деле нет какой-то огромной разницы. Россияне, российские военные на территории Беларуси, это угроза для суверенитета Беларуси, это угроза для безопасности ее граждан, и я думаю, что вот это и имел в виду министр Камейский. А почему, в общем-то, ответ я предполагаю, но тем не менее, скажите, почему беларусы так долго терпят? Вот реально мы вот сейчас и говорили с представителями беларусской оппозиции, и действительно у них есть там связь с беларусскими военными, которые не хотят быть втянутыми в эту войну, причем это на уровне высшего генералитета, у которых возникают конфликтные ситуации ввиду присутствия рядом российских войск-подразделений, ввиду того, что наемники ЧВК «Вагнар» везде там суют свой нос и пытаются как-то дестабилизировать ситуацию. Ну и тоже на уровне беларусского народа, который явно со многим не согласен, мягко говоря. Ну, знаете, а почему вы считаете, что они терпят? Они только что три года назад вышли сотнями тысяч на улицы против диктатуры. У них нет оружия, в отличие от украинцев, которые сражаются реально против российской агрессии сейчас, ежедневно. Да, это правда. Но, с другой стороны, в Беларуси тысячи политзаключенных, там, вы знаете, можно написать комментарии за это сесть на несколько лет в тюрьму. В тюрьмах пытают людей, в тюрьмах их убивают. Там нет условий для протеста. В таких условиях протесты просто по дефиниции невозможны. В Северной Корее тоже люди не протестуют. В Советском Союзе тоже не было. Можно было бы сказать, а почему не протестовали в Советском Союзе против сталинских репрессий, например. Ну, просто в некоторых странах это невозможно. Есть, конечно, люди, которые готовы пойти, которые готовы, которые до сих пор что-то на белорусской территории делают. Мы же помним и рейковых партизан. Есть люди, которые тоже единицы, но выходили на улицы, протестовали. Но таких людей всегда и везде единицы, которые готовы, имея практически стопроцентный шанс попасть после в тюрьму, попасть в лагерь, они все равно решаются. Такие и такие люди есть, но я бы не согласился с таким просто, чтобы говорить, что белорусы терпят. Есть тот же полк Кастуся-Калиновского, который... Тем более. Да, можно сказать, что вот он сейчас, в данный момент, воюет, в том числе и за освобождение, за свободу в своей стране, в Беларуси, на украинском фронте. И как только будут предпосылки, обязательно, я думаю, эти мужественные ребята, за что им огромное спасибо, они пойдут против режима Лукашенко и освобождать свою страну. Да, если я не ошибаюсь, граждане Беларуси как раз, они входят в топ-3 по количеству граждан иностранных граждан, которые сражаются за Украину. То есть, конечно, сейчас тоже невозможно в Беларуси проводить никаких серьезных социологических опросов. То есть, там, ну, пытаются из-за рубежа делать, но это на самом деле вообще не... Ну, я не верю на самом деле социологическим вопросам. То есть, очень сложно сказать, сколько именно беларусов против войны, сколько поддерживает Россию, сколько... То есть, какие там, вы знаете, количество. Но я могу сказать, что, зная беларусов, а я много лет тоже работал, я на самом деле занимаюсь профессионально Украиной и Беларусью как раз, зная беларусов, я могу сказать, что они как бы в своих генах, в своей генетике против любой агрессии, против любой войны. Это, конечно, время до времени, время до времени влияет негативно тоже на ситуацию в самой Беларуси, потому что беларусы, например, в 2020 году, когда их было... Были сотни тысяч на улицах, они не были готовы к более, скажем так, серьезным действиям, да, против диктатуры. Возможно, если бы были тогда готовы, ситуация была бы другая в самой стране. Но я не считаю, что даже вот... Даже если мы смотрим на тот уровень беларусской и российской пропаганды, которая сейчас в Беларуси работает, которая сейчас в Беларуси работает, я не верю в то, что беларусское общество как целое, оно как-то поддерживает российскую агрессию. То есть я... Просто очень сложно мне представить себе, что беларусы вообще приняли войну против суверенного государства, тем более, что они серьезно считают украинцев как народ, как нацию, очень близкими себе. И независимо от того, что делает сейчас режим беларусский, что делает Лукашенко, а Беларусь, к сожалению, как государство, оно является соучастником агрессии против Украины, да, с самого первого дня, то есть 24 февраля. Но если мы говорим о народе, я просто... Мне очень сложно поверить было бы, чтобы беларусы поддерживали российскую политику. Да, да, это игры Лукашенко, относительно отношения Лукашенко с Путиным, да. Конечно же, ни в коем случае нельзя говорить за всех людей, да. Да, и то, что Лукашенко, если мы можем вернуться к теме вагнеровцев, то есть я считаю, что как раз приглашение в скобках, да, вагнеровцев Лукашенко является так уж, является тоже и доказательством того, что Лукашенко все равно до сих пор опасается своего же народа. Потому что, если что, я думаю, что вот такой расклад, что Лукашенко думает, что если что, вагнеровцы могут ему помочь подавить или протесты, или какое-то, не знаю, ну, допустим, вторжение Паука-Калиновского, да, если мы говорим вот о Пауке-Калиновском. Я думаю, что вот это тоже, это тоже имеется в виду белорусским режимом как раз. Да. Также Мариуш Каминский сказал, что собирается обсудить ситуацию с Вагнером, со своими коллегами, министрами из стран Балтии, и на предстоящем совещании стороны обсудят, как было сказано, жесткие меры, которые будут приняты в ответ на любые провокации со стороны белорусских или российских властей, или там группы Вагнера. Жесткие меры, это что может быть? Это прежде всего закрытие границы, окончательное закрытие границы с Белоруссией. Синхронное всеми странами, да? Да, да, именно. То есть, на самом деле, об этом тоже уже говорили, ну, особенно литовские политики, да, польские не так громко, литовские более так, более конкретно об этом сказали уже. И мы знаем, что об этом разговаривают, но вот политики наших трех стран, то есть Польшу, Литву и Латвию. И это был бы серьезный шаг против, серьезный удар против белорусского режима, потому что это последняя, единственная дорога между Белоруссией и Западом, да? То есть, вот границы с Польшей, Литвой и Латвией. Польша, на самом деле, окроме единого погранперехода, закрыла практически уже границу с Белоруссией. Вначале вот первые переходы были закрыты еще во время миграционного кризиса 21-го года, когда белорусский режим в сотрудничестве с российским режимом начали стягивать в Беларусь мигрантов с Африки и Азии и потом перебрасывать их через границу с Польшей. Тогда закрылись первые переходы с Польшей. А потом вот последние, кроме одного, закрылись, если я не ошибаюсь, или в начале этого, или в конце прошлого года, после того, в начале этого года, когда белорусский режим присудил журналиста Анджея Почобута, который является по национальности поляком, белорусский гражданин поляк, журналист, очень известен в Польше, приговорил к огромному сроку в исправительной колонии. и после того наше правительство решило закрыть все, кроме одного, и сейчас речь идет о этим последнем переходе, но если это сделать несинхронно, это не будет иметь такого значения, потому что если мы это сделаем синхронно, как раз, это будет означать для режима потерю всех последних возможностей транзита товаров, прежде всего, ну и граждан, конечно, через границу с Евросоюзом. Поэтому вот наше правительство, польское правительство говорит об этом с Литвой и Латвией, с того, что они говорят до конца месяца августа будут готовы решения, но мы пока не понимаем, не знаем, будет ли это решение, что мы закрываем границу, или это будет решение, что если вдруг что-то случится еще на границе или в отношении с Белоруссией, вот тогда уже закроем и уже мы договорились об этом. Пока я думаю, что этот второй вариант более вероятен, потому что это настолько серьезный удар в сторону Лукашенко, что, по-моему, пока не произошло нечто такое, чтобы решиться на такой шаг, но я не исключаю, что они примут другое решение, более жесткое. Мы посмотрим. Да, посмотрим. Самое главное, что Польша готова, готовится. Варшава постоянно, так сказать, ожидает провокации на польско-белорусской границе, и еще в Польше осознают, что самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы в 7, 15 октября они будут проходить, вмешаться, дестабилизируя ситуацию, делая различные провокации, но вот о чем хочу спросить, Михаил, вот для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Польши, врагам ведь нужно на кого-то опираться здесь, на каких-то людей. Как вы думаете, есть какие-то группы, готовые поучаствовать в таких сценариях? Или же польские спецслужбы действуют на опережение, если кто-то там что-то замышляет, к нему сразу стучат в дверь? Стучат, стучат. Несколько дней назад задержали несколько людей за то, что они расклеивали на столбах в польских городах приглашение в группу Вагнера. Там были граждане, что интересно, там были граждане среди задержанных были граждане Украины, Белоруссии и России. К сожалению, тоже Украины. Есть, конечно, но там не было, с того, что спецслужбы сказали, там не было граждан Польши. Если говорить о пророссийско настроенных поляках, они, конечно, есть. Есть партии, которые настроены, может, не столько пророссийско, но антиукраинско, но если вдруг придет к провокации, такой серьезной провокации, не знаю, какой-то перестрелки или вторжению какой-то группы на территорию Польши, я уверен, что даже вот эти партии не будут с ними сотрудничать. То есть у нас нет таких, у нас нет серьезных движений, которые бы пошли на сотрудничество с агрессором. То есть тут надо все... То есть речь идет о таких антипольских, наверное, то есть против себя никто из политических сил не будет. Можно так сказать. То есть, например, вот агрессия России против Украины 24 февраля, даже среди вот этих антиукраинско настроенных политиков вызвала шок. И некоторые из них, особенно в первые месяцы, поддерживали Украину открыто. Украину открыто. На словах, конечно, но все равно. Но это не означает, что... Знаете, Россия... Потому что Россия, Беларусь, это одно и то же в этом контексте, да, конкретно, да, конкретно. Россия, если есть люди, на которых можно опираться, это хорошо. То есть в Украине был Медведчук, было на кем опираться, хорошо. Но если нет таких людей, им хватит, например, дестабилизировать ситуацию, как-то раз, знаете, чтобы у нас уровень, например, внутриполитического конфликта вырос, чтобы мы ссорились друг с другом больше, чем обычно. И они постоянно пытаются, белорусы и россияне, белорусская, российская пропаганда, политики, там, генералы, офицеры, регулярно пытаются делать какие-нибудь вбросы, да, или риторические пропаганды, то есть пропагандисты проток, или какие-то уже провокации в действии, да, чтобы и смотреть, а как мы отреагируем, а будем друг друга грызть из-за этого, да, и я уверен, что вот такие провокации еще впереди, как вы правильно сказали, до 15 октября у нас остались считанные недели, я уверен, что такие провокации будут, я думаю, что вот этот пик будет как раз последний не перед выборами, потому что с точки зрения России, чем хуже, тем лучше, чем выше уровень внутриполитического конфликта, который природен всем демократическим странам, да, есть и в Украине, независимо от войны, там тоже политики друг с другом, друг с другом строятся, это нормально, но если этот уровень выходит по заграни, это уже, это уже нехорошо, и вот то, что Россия и Беларусь, как, как, как державы пытаются делать, это поднять этот уровень выше обычного, выше нормального, я думаю, что вот в Польше как раз вот этот уровень политического конфликта достаточно высок, но я, если честно, надеюсь, что им не удастся вот нас поссорить вот такими провокационными методами, ну тоже, конечно, посмотрим, что будет, но вот я так понимаю их цели, то есть даже если не на кем опираться, можно не опираться, можно просто пытаться нас поссорить друг с другом, потому что чем больше мы будем ссориться вот внутри Польши или чем больше будем ссориться на Западе между странами, между партнерами или чем больше будем ссориться поляки-украинцы за какие-то проблемные моменты, тем сложнее будет выработать такой хороший уровень поддержки Украины военной поддержки, финансовой, экономической, политической и так далее, и так далее. То есть с этой точки зрения все, То, что работает в пользу России, то уже хорошо для России, даже если нет на кем опираться. Скажите, а как вы думаете, был ли искренний Лукашенко, когда вот несколько дней назад заявил, что желает и готов улучшать белорусско-польские отношения? Вы знаете, Лукашенко сегодня говорит одно, завтра скажет совершенно другое. И вообще, я думаю, что лучше вообще не анализировать то, что говорит Лукашенко, лучше анализировать то, что он делает. А то, что он делает, к сожалению, за последние три года, особенно после протеста в Белоруссии, говорит о том, что он не желает иметь хорошие отношения с Польшей. У него были возможности немножко поработать над улучшением этих отношений, были предложения даже со стороны Польши уже после 2020 года, но он не пошел на это. То есть это показывает, что нет, он не готов. Да, ну вот же ж, озвучил рецепт хороших отношений с Польшей для белорусского диктатора, замминистра иностранных дел Польши, Павел Яблонский. Он сказал, мол, все зависит от властей Белоруссии, все очень просто. Остановите атаки на границе, освободите, вы уже упоминали, да, Анжия Почобута, других заключенных, которых, да, более тысячи человек в тюрьмах Белоруссии. И, может быть, тогда, да, как-то станет по-другому. Да, были даже, вы знаете, были даже три, как раз мы в моей газете писали об этом много, были три конкретные предложения, последние в конце 2022 года, чтобы начать вот такой диалог с белорусским режимом от освобождения Почобута, как такой жест доброй воли. В обмен, в обмен наше правительство предлагало официальную встречу наших министров иностранных дел, да. Белорусскому режиму зависит, вроде бы зависит на легитимизации. То есть для них это тоже был бы такой жест, с их точки зрения, которого они бы ожидали. Но все равно белорусский режим не решился на это. Им зависит на том, чтобы сломать Почобута. Почобут отказывается от сотрудничества с режимом. Он отказывается, и это очень, я это очень уважаю, потому что это непросто. И не все, я думаю, большинство не готовы. Он отказывается написать прошение о помиловании на руку Лукашенко, потому что он не считает его легитимным президентом. И он считает, что это было бы признание режима. А Лукашенко хочет сломать людей. Все, что он делает внутри страны, это для того, чтобы сломать общество, сломать всех и каждого. И я думаю, что они пока не готовы на такой шаг. То есть я имею в виду белорусский режим. Но если они не готовы, мы тоже не будем, мы как Польша, не будем делать никаких жестов. Тем более, что практически каждая неделя приносит новые провокации. Хорошо, если только в риторике, но часто они тоже продолжают в действии уже теоретические атаки. Да, безусловно. Совсем рано еще говорить о какой-либо нормализации отношений с такими соседями, которые причастны к убийству мирных людей в Украине, которые отдали свои военные плацдармы для российских оккупантов, для наемников ЧВК «Вагнер». А эти наемники-нелюди хвастаются своими зверствами. И мы помним, как распространяли вагнеровцы это страшное видео с казнями украинских военнопленных. И, Михаил, сейчас есть признание одного из убийц Вагнера в том, как казнили польского добровольца, который воевал на стороне Украины. Скажите, почему вот эти убийцы-палачи, вот они так открыто об этом говорят? И они что, не боятся возмездия? Я думаю, что они не боятся возмездия. Я думаю, что это очень такая придуманная политика, вот как раз ЧВК «Вагнер» и «Пригожина». Они с самого начала, еще с времен войны в Сирии, участия в войне в Сирии, вбрасывали в интернет постоянно видео казни, видео пыток и так далее, и так далее. Они то же самое делают только в большем количестве сейчас во время войны против Украины. Я думаю, что это делается для того, чтобы мы все боялись. Чтобы мы все боялись. Чтобы украинские бойцы боялись, чтобы украинское общество боялось, и чтобы боялись, вот, например, Польша, да, когда Лукашенко говорит, что вот, или российские генералы, что вот ЧВК «Вагнер» сейчас придет в Польшу и захватит там какой-то город. Чтобы общество боялось. И чтобы поляки сказали, вот, раз они будут нас так жестоко убивать, так давайте, может, договоримся, это не наша война. Вот такая цель. И это, я на самом деле не знаю никаких доказательств того, что они как раз убили этого польского добровольца. Возможно, это так. Но, возможно, никакого даже польского добровольца не было. Они тоже очень много, еще с времен Гиркина, помните, в 2014 году, очень много говорили о польских наемниках и так далее, и так далее. Конечно, есть польские добровольцы, но их не настолько много, сколько можно вычитать в российской пропаганде. Это тоже факт. Ну, я, конечно, не исключаю, что вот такое, что и такое преступление отбылось, потому что они готовы ко всем. Но я думаю, что это придуманная политика для того, чтобы все, чтобы противник, на этот момент противник, это, во-первых, Украина, но, во-вторых, все страны, которые поддерживают Украину, чтобы противник боялся. Я думаю, что тоже это надо понимать для того, чтобы мы воспринимали это вот с пониманием эту цель, которая за этим стоит. Ну, и, с другой стороны, таким образом они сами сознаются в преступлениях. Это все же документировано. И потом вот эти вот убийцы будут отвечать за осадея в международном суде во время трибунала. Да. И будем надеяться, что это наступит как можно быстрее. Да, именно так. Что ж, спасибо вам за эту беседу, Михаил. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваши ответы. Напоминаю, Михаил Потоцкий был в нашем эфире, редактор издания «Деньги» газета «Правда».